Так как мы работаем с детьми, наша основная задача сделать упражнения веселыми и интересными. И эти все упражнения совершенно спокойно можно делать дома. Это тоже очень важный момент, чтобы вся семья была заинтересована в развитии ребенка. Дыхательная гимнастику в игровой форме и вода попадет в рот через трубочку. Набор трубочек вы можете найти в любом магазине. Я думаю, что это очень все доступно. Второе, это просто обычные воздушные шарики. Здесь старайтесь брать не большие, а наоборот маленькие. Детям будет их проще и легче надувать. И хотим еще предложить вот такой вариант игры, что можно делать дома самостоятельно. Во-первых, это будет весело, интересно. Может участвовать достаточно большое количество людей. То есть мы берем родителей, друзей и играем. Тоже вид дыхательной гимнастики. Для этого нам понадобится вот обычный теннисный мячик, две трубочки, коробка, любая, я думаю, в доме найдется, и краски. Первое упражнение, которое мы делаем с детишками, просто дуем в трубочку. На самом деле это важный навык, потому что, опять-таки, мы фокусируем мышцы, мы работаем мышцами. Есть такой момент, что не все детки это умеют делать. Вот, собственно, с этим и будем работать. Еще раз повторюсь, нам нужна обычная трубочка, стаканчик с водой. Берем пищевые красители, подкрашиваем воду и делаем самое любимое детьми занятие, пускаем пузыри. Да, просто... И вот таким образом выпускаем пузырики. Детям всем это очень нравится, весело, смешно. И, опять-таки, в игровой форме вы прекрасно тренируете дыхательную систему. Краски вы можете брать любые, любого цвета. Можно, например, даже взять несколько стаканчиков разного цвета и переходить одного стаканчика к другому, как соревнование. И тогда будет ребенку еще более интересно. Это первое. Второе. Это тренировка, тоже вдох-выдох, с помощью воздушных шариков. На самом деле, как бы просто это ни казалось, многие дети не могут надуть воздушный шарик, опять-таки, из-за того, что неправильно работают мышцы диафрагмы, нет правильного воздуха, набора, вдоха-выдоха. Поэтому это очень хороший тренажер. На самом деле, это также тренажер хороший, если вы болели недавно, то есть перенесший ОРЗ, ОРВИ, кашель. Очень хорошо тренирует всю дыхательную систему, насыщая наш мозг кислородом. Помним, да? Берем просто шарик, и основная задача просто попробовать его надуть. Тоже сколько у ребенка получается. Конечно, в идеале надуть полный шарик, но тут тоже сколько будет получаться. Надуть-сдуть, надуть-сдуть. Очень хороший тренажер, очень простой, а самое главное, эффективный. Вот. И третье, да? Это самый веселый, мне кажется, для всей семьи тренажер, когда может участвовать взрослые дети или наоборот разобьется на две команды и играть. Основная задача – забить гол мячиком. Рисуем футбольное поле. Рисуем футбольное поле. Для данной игры вам, конечно, потребуется не один человек. Я вам покажу, как нужно, да, но тем не менее играем еще раз всей семьей. С одной стороны стоит один человек, с другой стороны другой человек и передувает. В идеале, еще раз, если это будет взрослый ребенок или наоборот твой детишек, они должны передуть вот этот шарик и забить гол. Кто первый забьет, тот, естественно, и выиграл. Очень, мне кажется, весело, для дома очень хорошо подходит такой тренажер. Так как мы работаем с детьми, наша основная задача – сделать упражнения веселыми и интересными. И эти все упражнения совершенно спокойно можно делать дома. Это тоже очень важный момент, чтобы вся семья была заинтересована в развитии ребенка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Александр strivezym Palm, субтитров А.Семкин, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...